Лютики и цветочки в поле колыхают, Ветерок шальной нежно обнимает, Степь цветет и пахнет, Эх, вокруг раздолье, Троица настала, и душе привольно. 4 июня, день Василиска. Назван в честь святого мученика Василиска. Во время гонений на христиан он находился в темнице. Там его укрепил сам Господь в сонном видении, Сказав ему, помню о тебе и не забуду тебя, А твое имя написано в списке мучеников, Впереди тех, которые с тобой взяты. Не скорби, что ты пострадаешь после них, Ибо ты предупредишь многих. Память же о тебе сделаю славной во всей вселенной, Его заковали, а на ноги надели медные сапоги с гвоздями внутри. Святой помолился Богу, И вдруг медные сапоги, бывшие на ногах мученика, Нездапно растаяли, как воск от огня. Вериги же спали со святого, А сухой дуб зазеленел, Распростирая над цветы многочисленные густые ветви свои, И покрывая его тенью на большое пространство вокруг. А на том месте, где стоял святой, Где земля обогрелась его кровью, Потек источник воды. Когда усекновен был Христов мученик, Увидели мы, повествует святой Евстигний, Которым дано в виде трашное чудо, Явилось множество святых ангелов, Которые, приняв душу святого, Вознесли ее на небо. «Господь наш Иисус Христос виден был стоящим на небе и говорящим, Приди, добрый и верный раб мой, Василиск, войди в небесное царствие, В сон праведных, где пребывают рабы мои, Взятые вместе с тобой на мучение за меня». В народе сегодняшний день называли по-разному. Васильковый день, день Василиска, День святого Васы, Соловьиный день. Сегодня народ находился дома и развлекался шутками и интересными рассказами. А древние славяне сегодня отмечали День Ярилы, Бога природы и животворящих сил. Приметы. Если сегодня появится большое количество оводов и пауков, Будет хороший урожай огурцов. Сегодня ночью соловей запел, погода будет солнечной. С этого времени в средней полосе России начинаются соловьиные ночи. «Ну вот еще фишка, комментарий дала, Я его со своей стороны прокомментирую. Значит, моча не выведет паразитов. А мы всех паразитов от этого и болезни. Согласен, согласен, что мы все в паразитах от этого и болезни и так далее. Но, смотри, каких паразитов. На некоторых паразитах моча прекрасно действует, На других она не действует. Тут важно понимать, что действительно дело в том, Чтобы мы разумно отнеслись и, как бы сказать, грубо говоря, На зайца пошли с дробью, там, такого-то калибра, А на слона уже пошли там, грубо говоря, со слоновым ружьем из такого вот пули. Разные вещи, чтобы мы понимали, от чего что использовать. У меня налет на языке за год из белого стал желтым. Вот смотрите, из белого, будем говорить, от молочницы, значит, пожелтел, стал желтым. Желтая говорит о том, вот, прошла, что желтая, это проблема с желудком. Это проблема не с желудком, это проблема с печенью. С печенью. И, как правило, действительно печень, это излюбленное место, где обитают паразиты. Паразиты, грубо говоря, они не дурачки. Они стремятся в те места, где больше всего вкусного, полезного. Это, как правило, печень, это, как правило, костный мозг. Ну, туда вообще-то трудно добраться. Это, как правило, сердце. Вот, так, но какие проблемы, так? Если я питаюсь больше года только овощи, фрукты, сухофрукты. Ну и что? Ну и что овощи, фрукты, сухофрукты? Это абсолютно не влияет на паразитов. Они, как жили, так себе и живут. Просто вы, овощи, фрукты, сухофрукты, каша, масло, ги, немножко сыра, вы воздействуете на свое тело, на внутреннюю среду, делая ее нормальной. Но если паразиты там были, то они, так, знаете, так, так сказать, и будут. И, как бы сказать, мало может это помочь. В общем плане, вроде человек лучше, а вот, смотрите, там, желтый, там, налет на языке, как раз и говорят о том, что проблемка есть в печени. Итак, продлила антипаразитарку, и после двух раз по три недели язык порозовел. То есть, как раз антипаразитарка, смотрите еще вот, овощи, фрукты, сухофрукты, они, вообще-то, ну, не способствуют такому хорошему желчегонному эффекту, как способствуют противопаразитарные травы за счет своей душивистости. Они, значит, нормализуют и состав желчи, они делают ее более текучей. Естественно, если там имеются паразиты, они там паразитов там покосят. Чтобы вы это понимали, как это работает. И, вот видите, результат налицо. И, смотрите, после двух раз по три недели, то есть, не две недели, а три недели, а лучше, возможно, еще и четыре недели, для того, чтобы все это нормализовать. Не так-то просто, как мы думаем, что-то там принял, ага, все нормально. Как, допустим, там рекламируют, ага, вот у меня боль там такая-то, я только, опа, таблеточку там от боли, она прошла, и все, и я побежала дальше там. Или побежал дальше. А причина-то остается. Мы только убрали, так скажем, следствие. А там, что там творится? И я прекрасно знаю, у меня, так сказать, опыт перед глазами, свояк. У него болит поясница. Болит поясница. И он, значит, в свое время начал использовать эти самые болеутоляющие. Значит, вот эти лекарства, он их принимал, принимал, и все нормально. Поясница вроде как начала болеть, а боль снял и так далее. Только Бог у него промоднение в желудке, в желудке промоднение. За малым чуть Богу душу не отдал. Дальше, дальше, вот выкарабкался из этого состояния, и ничего особо не меняет. Боли опять-таки, но теперь он колит. 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 Болевые, значит, препараты. А это что? Они подействуют, а выводятся они почками. Значит, теперь ожидать проблемы с почками. Понимаете? Везде паразиты, везде. Естественно, не везде. Естественно, только здоровый образ жизни. Профилактические курсы противопаразитарные, там, весной, осенью, когда паразиты активно размножаются. Мы с вами можем прекрасно всему этому противостоять. Так, мое дополнение.